Приветствую вас. Ответом на вопрос будет то, что у людей могут не совпадать интересы, у людей могут не совпадать темпераменты, взгляды, привычки, какие-то любимые интересные темы для разговора. Кроме того, люди тяжелые в общении, как вы говорите, это люди часто, но точно закрытые в себе, то есть интроверты, то есть люди, которые загружены в себя и находятся больше в своем внутреннем мире. Кроме того, отсутствие тем, ну, общих тем, это всегда еще и связано с интеллектуальными способностями человека. Если, например, у человека, как бы, скажем, ну, кругозор высокий, кругозор большой, то, соответственно, тем у него очень много, которые он мог бы поддержать. Соответственно, если у человека кругозор не очень большой, и интеллектуальное развитие, соответственно, такое же, то человек и, соответственно, количество тем, которые он может поддержать, ну, не так уж много имеет в своем распоряжении. И отсюда, в общем-то, и все проблемы. И поэтому не нужно думать, что если вам с человеком тяжело, то это, ну, например, скажет, ваша проблема или, там, обязательно проблема с человеком. Человека нет, скорее всего, просто вы друг другу не подходите в силу темпераментов, в силу особенностей развития каждого из вас. И в этом нет ничего ненормального, в этом нет ничего аномального. Я бы даже сказал, что это совершенно нормально, если вы, ну, друг другу, условно говоря, не подходите по общению. То есть, стоция заключается в том, что на общие темы людей влияет очень много факторов. И если эти факторы не совпадают, то, соответственно, людям тяжело находить общий язык. Условно говоря, условно говоря, стоция еще укоряется и в мотивацию, в мотивацию общения. То есть, с кем вам интересно общаться. С кем вам интересно взаимодействовать. С кем вам интересно разговаривать. И какие темы для вас интересны. Вот эти аспекты являются также достаточно, ну, системообразующими. Для чего? Для формирования нормального, здорового общения. Понимаете, если какие-то темы, которые интересны человеку, не интересны вам, то совершенно логично предположить, что общению и легкости взяться неоткуда. А если человек недостаточно чувствительен по отношению к другому, да, то есть, не чувствует его нацелен, направлен на себя, а не на другого, то возникает отсутствие, ну, собственно говоря, контакта с человеком, психологического контакта и постоянная рассинхронизация в общении между двумя людьми. Кроме того, кроме того, знаете, как бы, на БПВД все люди друг друга понимают. То есть, говорят на одеждах знаковых, знаковых конструкциях. Людям понятны слова друг друга, понятны мысли друг друга. И пускай им, может быть, даже не интересно то, что они говорят, но, по крайней мере, им это понятно. А бывает так, что не только темы не ясны, но и форма подачи мыслей также не ясна. Она не ясна, она непонятна, она чужда. Она кажется человеку чужой. И в результате, конечно же, откуда здесь взяться легкому общению. Вот просто подумайте, какое это легкое общение, вот что оно в себя включает. Понимание, взаимный интерес, живут, как направленность на другого человека. А, как бы, тяжесть общения, тяжелое общение, чем отличается? Отличается тем, что человек погружен в себя, не общительен, или, наоборот, слишком авторитарным управляет. То есть, это всегда направленность на самого себя. То есть, если люди в своем общении энергию направляют на другого человека, на собеседника, не боятся делиться этой энергией с другим, общение легкое. Но для этого нужны ресурсы. То есть, у человека ведь общение и направленность в взаимодействии с другим формируются на протяжении жизни. И если, например, человек нуждается в том, чтобы общаться с другими и делает свою потребность стилем своей жизни, и он делает это легко, для удовольствия, то таким человеком легко будет общаться. Если же человек не чувствует возможности делиться чем-то с другим, а, напротив, в результате каких-то жизненных обстоятельств больше погрузен на себя, то с таким человеком общаться тяжело. Другое дело, что с тем, с кем легко общаться, очень часто мощно нарваться на обратную сторону, когда люди легкие в общении, оказываются легкие и в отношениях, то есть, они ненадежны, на них нельзя положиться, на них нельзя считывать, они могут провести в трудную минуту, а тогда как люди тяжелые в общении, несмотря на стадис, оказываются более ответственными, более серьезными и более достойными довериями. То есть, здесь все, надеюсь, вы понимаете, не так однозначно, и, на первый взгляд, недостаток человека может быть следствием основного его достоинства, и наоборот, достоинство человека может быть следствием основного его недостатка. То есть, тут важно применять каждому конкретному человеку анализ и смотреть, чего же у него больше и как обстоят дела с соотношением достоинства и недостатков. Ну, а в общем и целом, на ваши вопросы, я думаю, ответы. На этом все, надеюсь, что помог вам. Если какие-то вопросы дополнительные остались, обращайтесь в личку, помогу. Если вам понравился мой ответ, буду благодарен, если сделаете его лучшим. Желаю вам всего доброго и удачи.